Производственные трагедии в этом году случились с 32 горожанами. Два человека погибло. В 2019-м фиксируется снижение несчастных случаев со смертельным исходом на 60%. Но за каждая цифра и человеческая жизнь. Разобрать, что называется, по полочкам каждый несчастный случай – такую задачу поставил во главу угла первый заместитель председателя горсполкома, руководитель мобильной группы по охране труда Вадим Кравчук. Из 32 несчастных случаев, к сожалению, повторюсь, но 24 произошло именно по личной неосторожности. Это несоблюдение милитарных мер охраны труда, дисциплины, непосредственно неправильное поведение на своих рабочих местах именно по безопасности, по сохранению своего здоровья. 14 случаев из 32 произошли за пределами города Бреста, к сожалению, где мы не смогли бы повлиять на тот или иной процесс, но мы могли бы сработать на предупреждение и правильно провести инструктаж. Невнимательность, халатность, надежда на авось да пронесет. Цепочку причин травматизма можно перечислять долго. Если посмотреть на ситуацию в рамках отраслевого размера, то по количеству случаев травматизма на рабочих местах лидирует строительная отрасль, промышленность и транспорт. В этом году тоже тенденция есть, это личная неосторожность пострадавших, то есть много случаев, где при передвижении по ровной поверхности оступился, упал, ноги, руки ломают, то есть получают, соответственно, тяжелые травмы. Ну и присутствует, конечно, отсутствие контроля со стороны должностных лиц, непроведение различных инструктажей. Есть и в Бресте предприятия, в которых настолько слажена и эффективно организована безопасность деятельности, что их можно смело ставить в пример. Такие наши промышленные гиганты, можно даже назвать, как Савушкин продукт привезти, Санта-Бремер, Гефест, хочется отметить, то там риски травмирования минимальны, потому что наниматель там СООТ, она функционирует, то есть, соответственно, получается, что меры со стороны должностных лиц контроля осуществляются, и поэтому риски минимальны получения травмирования. Работа мобильных групп и деятельность студенческих отрядов в организациях Бреста – эти темы также не остались без внимания. В текущем году было проведено 73 рейда, в рамках которых проверено 168 субъектов хозяйствования. По результатам мониторинга выявлено свыше 1300 нарушений по охране труда. В мобильную группу входят все заинтересованные службы, это МЧС, это санитарные службы, это инспекция по труду, промоатомнадзор, управление по труду и занятости, сотрудники прокуратуры и ряд других структурных подразделений, которые именно непосредственно смотрят охрану труда на наших предприятиях. Третьим вопросом мы рассмотрим работу студенческих отрядов. Очень хорошо в этом году мы сработали в этом направлении, было создано 87 студенческих отрядов, где работало более тысячи ребят. Когда проводили мы мониторинг, были выявлены ряд нарушений именно трудовой дисциплины, поэтому наша задача основная на сегодняшнем совещании – это выработать и сработать на предупреждение, чтобы в дальнейшем сохранить жизнь и здоровье наших горожан.